Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухаралиева. Здравствуйте и вот о чем мы расскажем в выпуске. Как заработать миллион? Об этом не понаслышке знает жительница Махачкалы, которая обманула более 20 человек. Подробности через минуту. Труд, вера и чистота. Мероприятие под таким названием, посвященное работницам коммунальных служб, прошло в Махачкале. Опасные отжимания. Дагестанский экстремал может стать самым удивительным человеком страны. А почему? Смотрите в спортивном блоке выпуска. Более 20 человек обманула жительница Махачкалы под предлогом содействия в оформлении социальных выплат. Об этом сообщает МВД Дагестана. Однако, не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства, подозреваемая вводила потерпевших в заблуждение и присваивала средства себе. По предварительным данным, женщина на нелегальной схеме заработала около 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются дополнительные аналогичные эпизоды. Если вы пострадали от действий данного лица, обращайтесь по телефону, который вы видите на своих экранах. Сегодня вся планета отмечает один из самых теплых и светлых праздников – День семьи. Мы решили спросить у дагестанцев, какую роль в их жизни играют люди, которые окружают их каждый день. Салия Магомедова пообщалась с жителями Махачкалы на улицах города. Семья – это, я вам скажу, счастье. Семья – это радость. Если нет семьи, то одинок человек. Поэтому я всем желаю иметь семьи счастливыми, что вы были. Поздравляю всех с днем семьи. Всех благ. Семья – это все, что есть. Семья для чего создает, чтобы было последующее какое-то поколение. Мы ради чего женимся. Создаем семьи, чтобы были дети, рождались дети. А то, как бывает без семьи, без детей, без одинокий человек не должен быть. Это все молодежь, это все наша радость, наш покой. За нами ухаживает, за нами покупает, все приносит, все нормально у нас. Раз семья счастливая для меня, допустим, я тоже счастлива. Семья все дает человеку. Без семьи одинок. Одинокий в жизни не должно быть. Должно быть все общее, семейное. Счастья всем, здоровья всем дай, чтобы у всех была семья радостной, счастливой, здоровой. Что для тебя семья значит? Это любовь, это поддержка, это счастье. А что ты любишь больше всего делать, когда ты с родителями? Отдыхать, гулять, общаться с ними, рассказывать всякие истории. Семья – это самая лучшая поддержка для человека. Она всегда в любой момент поддержит и она любит, несмотря ни на что. С праздником поздравляю. Желаю вам, чтобы все было хорошо, чтобы были здоровы, чтобы богаты были. Поздравляю всех с праздником семьи, чтобы у вас была крепкая семья, чтобы все было хорошо, не было проблем. Моя семья – это моя родина. Идет сначала родина Дагестан, потом идет район, где живешь, а потом семья и дети. Я думаю, что дети – это самое важное в жизни. Вот это и есть семья. А что для вас значит вообще образцовая семья? Какая она должна быть? Образцовая семья – это должно быть, когда в семье, как это называется слово, гармонично все. Дети любят родителей, родители заботятся о детях. Главы правительств Дагестана и Татарстана обсудили сотрудничество двух республик. Встреча прошла в рамках работы нашей делегации на международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир», который проходит в Казани. Стороны говорили о взаимодействии в области экономики, образования, культуры, спорта, а также об общих духовно-нравственных ценностях. Труд, вера и чистота. Мероприятие под таким названием, посвященное работницам коммунальных служб, прошло накануне в Махачкале. Вечер для женщин, которые ежедневно делают нашу столицу краше, чище и уютнее, организовал благотворительный фонд «Инсан» совместно с городским ЖКХ и Муфтиятом республики. О троженицах, чей труд зачастую остается незамеченным, но чей вклад неоценим, расскажет Тамара Саметова. Они делают наш город лучше, приносят жизнь горожан комфорт своим каждодневным трудом. Этот уютный вечер – еще один повод поблагодарить их за это. Более достойных людей не видим в сегодняшнее время, которым уделяется маленькое внимание, но которые достойны наиболее большего внимания тоже. Это вы, уважаемые сестры, которые держите улицы в чистоте, которые переживаете. Люди на утренний намаз не встают, люди на работу в 9 часов, в 10 часов опаздывают. Вы рано утром встаете, убираете улицы, следите за порядком. И в то время, когда только мы просыпаемся, молодые ребята, вы домой приходите после работы. За что я хочу вам еще раз выразить благодарность. Для участниц была подготовлена насыщенная программа. Ценки, нашиды, подарки и розыгрыш двух путевок на Малый Хадж. И один из главных призов выиграла Светлана Мирзаханова, которая поддерживает чистоту Махачкалинских улиц вот уже 26 лет. Для мэрии столицы и руководителей коммунальных служб они являются одним из самых ценных работников. Ведь благодаря их терпению и труду наши улицы становятся чище. Очень богоугодное и барракатное мероприятие, потому что это те люди, которые всегда, их труд остается в тени. И сегодня то, что их приглашают в такой банкетный зал за такие красивые, накрытые, большие, круглые столы. И дают им знак уважения за их труд. Им уделяют столько внимания. Для нас тоже это важно, для работников администрации города. Потому что такие мероприятия их мотивируют на дальнейшую работу. Основная цель мероприятия – отметить работу коммунальщиков, выразить им благодарность и поддержать. Такие женщины должны занимать особое место в нашем обществе, считает председатель Совета имамов Абдулла Ахалов. Кто же они особенные люди для нашего города? Это те люди, которые становятся причиной, когда мы утром просыпаемся и отправляемся на работу, на учебу. Мы видим чистых улиц, чистый город, красиво убрано. Это те люди, которые убираются, которые работают в ночное время, убирают улицы за чистый город, которые следят за чистотой. Вот это мероприятие для этих особенных людей. В завершении мероприятия каждую из работниц ждали подарки. Тамара Самедова, Шамиль Хирей Сулаев, Новости ННТ, Махачкала. Отжимания с риском для жизни. Спортсмен-экстремал из Манаскента нацелен на мировой рекорд. Рустам Рабадан Гаджиев превратил простые упражнения в опасное испытание. Что движет трюкачом, который выполняет приемы на грани жизни и смерти, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Ему слово. Друзья, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь это повторить. Он уверенно балансирует на гвоздях и ножах. А здесь, прямо перед его лицом, работающая бензопила. Часть этих колющих и режущих предметов Рустам Рабадан Гаджиев носит с собой в спортивной сумке. Тренировки каждый день. Опасными трюками 22-летний парень увлекся относительно недавно. Перед этим занимался воркаутом и единоборствами. Я слетел с турника, сломал руку. Ну, впоследствии это и стало началом всей вот этой истории. Начал отжимания делать, выполнять всякие трюки. Ну, и со временем это стало скучно. Просто выполнять отжимания мне стало скучно, и я начал усложнять и добавлять свои, да, вот эти всякие фишки, сложности. Потом гипс сняли, рука восстановилась полностью. И все, что сейчас происходит после того, как я восстановился полностью, все это видите на экранах и на видео. Своими необычными способностями Рустам охотно делится в соцсетях. Там жителя Манаскента и заметили. Пригласили на федеральный канал. Экстремал не ограничен в выборе трюков. И с каждой новой тренировкой готовится показать миру что-то по-настоящему опасное. Напрашивается вопрос, не страшно ли. Боится Рустам только высоты. Там нужно будет менталка очень сильная, прокачанная, именно в том плане, в котором я хочу поставить рекорд. Это будет рекорд с электропилой, и это будет элемент горизонт. И бензопила в работающем виде, ну точнее не бензопила, извиняюсь, а электропила должна будет работать в работающем виде. Его нужно будет оторвать от земли и держать в горизонтном положении на паралитсах. Она будет работать, но я должен буду сделать отжимания в горизонте, опуститься до того уровня, где я могу прикусить. И оторвать. Да, вот эту ленту бензопилу, но не касаясь. Она будет в полости рта крутиться. Главное, языком тоже не касаться. Родные не отобряют такие рискованные трюки и часто ругают спортсмена. Был один такой трюк. Я делал отжимания над работающей болгаркой. Большая болгарка, такая достаточно немаленькая, а большая. И я распилил яблоко над ней. И сделал отжимания уходом в левую сторону, в плечо, над болгаркой. Надо было очень близко. И всех это повергло шок очень сильно. И я долгое время говорил, что это монтаж. И я это просто смонтировал. И никакой болгарки там ничего не было. Постоянное развитие и поиск идей. Без права на ошибку. Вот что движет Рустама. Еще свое опасное дело молодой человек считает трамплином перед новыми вызовами. Он ждет приглашений в кино и на другие крупные телепроекты. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Манаскент, Карабудахкенский район. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова